Сегодня в этом видео мы разберем такую достаточно интересную тему. Можно ли пройти шоссе 17 и песчаные ловушки без машины, то бишь пешком? И если можно, то как это сделать? Ну что ж, я смотрю, видео зашло очень даже неплохо. Так почему бы не продолжить наши эксперименты и не пойти дальше? Да, друзья, если мы тогда проходили шоссе без машины, то сегодня мы будем проходить каналы без катера. Если, конечно, вообще получится пройти. Ведь не факт, что это вообще получится, правда? Проходить на этот раз мы будем всё это на лёгком уровне сложности. Поскольку мы не имеем какой-то определённой главы, при начале которой нам даёт сразу же сесть за катер, нам придётся загружать определённую карту. Ну что ж, а теперь отправляемся к лодке и стараемся при этом сохранить максимальное количество хп, потому что наши драгоценные хпшечки нам понадобятся. Уж поверьте. Вот здесь как раз и начинается наше приключение. Вот она, вот она та самая моча, которая будет постоянно нам мешать на протяжении всего прохождения этого момента. В начале, в принципе, нет ничего такого сложного. Вы просто идёте пешком до ближайшей суши и старайтесь в лишний раз не наступать во всякую мочу, чтобы, понятное дело, сэкономить лишнее количество хп. Ну а пока мы идём, хотелось бы напомнить, что, во-первых, я всё это буду проходить без читов, во-вторых, я буду стараться не использовать всякие сложные спидранерские штучки. Всякие бенни-хопы, климбы, пропфуая и прочие такие всякие прелести, названия которых я даже, не знаю, если честно, они будут использоваться только в том случае, если по-другому пройти какой-то определённый момент, ну вообще нельзя. Почему я так решил? Всё просто, потому что мой контент в основном ориентирован на среднестатистического игрока, который, понятное дело, не владеет вот этими спидранерскими штучками, ну или просто не хотят владеть, неважно. В общем, вы меня поняли. Пока я всё это говорил, мы, наконец-таки, прошли вот это место. Как мы видим, ничего такого сложного здесь нету, но это пока начало, друзья, стоит об этом помнить. Наконец-таки мы добрались до свеженькой и приятной водички. Здесь, в принципе, такого ничего сложного нету, идёте пешочком, можете зайти в этот амбар для того, чтобы забрать секретку, и потом опять же продолжить своё движение. Такс, ну что ж, вот где-то с этого места начинается настоящая жопораздиральня. Хотите узнать, в чём причина? Без проблем. Причина этой жопораздиральни заключается вот в этом болоте, огромнейшем болоте Санье. Самое примечательное в этом месте, что это болото дамажит более, скажем так, сильно, нежели другие болота. Если говорить точнее, то дамаг здесь наносится примерно в 2-3 раза больше обычного. Для того, чтобы пройти это место, нужно действительно исхитриться по полной. Как вы только что видели, я просто взял бочку, кинул её вперёд себя, прыгнул сначала на бочку, а потом уже с бочки, соответственно, прыгнул вперёд, скажем так. И потом каким-то чудом допыл до суши, и у меня осталось 11 хп. Но это очень мало, очень мало. А поскольку количество хп здесь очень важно, я решил сделать вот такой гениальный поступок. Для того, чтобы такой же поступок вам повторить, вам нужно взять ещё 2 бочки и притащить их в это место. А теперь вам нужно, так сказать, сделать аккуратненькую и очень грамотную раскидочку этих самых бочек. Если кратко, в чём суть? Как вы могли наблюдать, я просто ранее взял бочку, прыгнул на неё и потом опять же поплыл. Так вот, суть заключается в том, что теперь вы должны использовать не одну бочку, а все 3, для того, чтобы пропрыгать по ним и максимально сократить время, которое вам нужно потратить на то, чтобы всё это дерьмо проплыть. Благодаря этому гениальному ходу вы сэкономите просто космическое количество хп. Да, конечно, это получится не с первого раза и, может быть, не с 21-го, но поверьте, это точно получится. Главное приложить как можно больше усилий. Ну что я могу сказать, если вы занимались таким же мазохизмом, как и я, и у вас это получилось, то просто... Просто хлопки, ребята, просто хлопки вам. Это реально очень сложно сделать, но можно. Что ж, продолжаем наше приключение и идём дальше. Скорее всего, у вас возникнет следующий вопрос. Столкирос почему-то не забрался за текстуру, не обошёл всю эту мачу, чтобы не заниматься этой фигнёй и так далее. Здесь достаточно всё просто. Есть такие браши, которые покрыты специальной клип-текстурой. А вот, кстати, и они. В игре, конечно, они невидимы, но прикол в том, что они материальны, и, к сожалению, пройти через них вы не можете. Это просто тупо невидимая стена, и всё, если говорить кратким и понятным языком. В этом месте разработчики постарались пополны, и эти самые браши с этой клип-текстурой, они зафигачили ну просто везде. И для того, чтобы всё это пройти за текстурой, нужно попасть примерно вот куда-то вот сюда. Сделать всё это без климпов и прочего такого добра, в принципе, просто нереально. Так что пришлось исхитряться вот такими методами. Расслабляться, конечно, очень рано, потому что впереди у нас ещё очень много сюрпризов. Ой, как много. Ну что ж, а вот и подоспел следующий сюрприз. Ещё одно болото мочи и дерьма. В отличие от предыдущего болота, это болото, в принципе, дамажит не так уж и сильно. Так что можно это место просто тупо пробежать и не париться. Но если вы у нас перфекционист, и хотите пройти это место, не потеряв ни одного хп, то смотрите следующий вариант. Для этого нам понадобится бочка и ещё одна бочка. Поскольку, в отличие от предыдущего момента, здесь не так много брашей с клип-текстурой, здесь у нас большая свобода действий. Потом, как только дойдёте до конца этого болота, вам просто нужно аккуратненько спуститься, и в принципе, всё. Ну вот и всё. Всё просто и со вкусом. Продолжаем наше путешествие. Здесь, в принципе, всё очень легко. Наверное, многие из вас знают, как пропустить это место. Вам просто нужно встать вот сюда и пострелять в бочке. Эврика, ворота выбито, и мы можем идти дальше. Но для начала всё-таки советую зайти вот сюда и взять гранаты, потому что они потом вам понадобятся. Ну а пока мы идём до следующей цели, хотелось бы напомнить о том, то что у меня на канале есть куча роликов по секреткам, пасхалкам и багам Half-Life 2. Обязательно посмотрите, не пожалеете. Ссылочки, как обычно, будут в конце видео. Также, друзья, мне очень интересно узнать ваше мнение, по каким таким темам ещё вы хотите подобные видосы. Обязательно предлагайте ваши темы в комментариях. Ну а мы бежим, бежим и снова бежим. Как вы видите, здесь ничего такого сложного и нету. Ну что ж, а вот и следующий сюрприз. Здесь можно пойти двумя путями. Первый путь самый стандартный. То есть вы идёте, подбираете магнум, потом идёте дальше, встречаете вертолёт, воюете с ним, открываете ворота и так далее. Со вторым путём всё намного проще и быстрее. Обязательно идёте и забираете магнум, потом возвращаетесь назад. Ах да, чуть не забыл. Не забудьте взять с собой коробочку и вот эту бочку. Понадобится. Всё это мы должны притащить вот в это место. Сначала ставите коробочку, потом на коробочку бочку и залезаете уже на бочку и потом перелезаете через забор. Ну а дальше действуем по стандарту. Закидываем гранату в башню, убиваем метрокопов, нажимаем на кнопку и проход открыт. Ну и конечно же не стоит забывать про зарядники. Настоятельно рекомендую вам зарядиться по полной. Очередная матча, которая находится в тоннеле. Ну что ж, здесь достаточно просто просёрфить и не париться. Советую сёрфить именно по правой стороне. Будет намного удобнее. Вот наконец-таки мы и подошли к самому бомбящему моменту. Здесь нас начинают преследовать вертолёт. Понятное дело, поскольку у нас отсутствует хоть какое-то вооружение, нам нужно сразу тупо бежать, как можно скорее. Бегите именно по левой стороне и как можно ближе прижимайтесь к горам. Это на самом деле очень важно. Всё дело в том, что если вы максимально держитесь левой стороны, то у вас намного меньше шансов задеть триггер, который позволяет вертолёту лететь дальше. Итак, как мы видим на данный момент, триггер мы не задели, и поэтому вертолёт на какое-то время остановился. Это на самом деле очень сильно облегчает задачу. Ну вот мы и подошли к самому ужасному месту в этом прохождении. Всё дело в том, что в этом месте у нас самый большой и длинный тоннель, который, понятное дело, опять же наполнен мочой. Всё бы, конечно, ничего, но этот тоннель настолько длинный, что проплыть его, ну просто... Просто... просто нереально. Даже если у вас 100 хп, вам всё равно этого не хватит, чтобы проплыть весь этот тоннель. Да, конечно, безусловно. Безусловно, есть ящик, который валяется посередине тоннеля, и там находится аптечка, но поверьте, она вам вообще ничего не даст. Ну и плюсов ко всему, эта аптечка ещё выпадает не всегда. Допустим, сейчас мне выпал боезапас для пистолета. Что я только не пробовал, чтобы пройти это место, ничего абсолютно не помогало. Я пробовал притаскивать сюда синие бочки с самого начала этой главы. В этом месте ничего эти бочки не дают. Я даже пробовал заниматься такой фигней, которую вы сейчас видите на экране, и это тоже не помогает. Конечно же, безусловно, когда я попробовал все эти варианты и понял, что они не помогают, я подумал, почему бы не залезть за текстуры и уже проходить как-то там, так сказать. Ну и, конечно же, как вы думаете, что мне помешало? Правильно, опять же, браши, которые покрыты клип-текстурой. В этом месте они просто везде абсолютно. Да, конечно, вы можете заметить то, что над тоннелем есть такой небольшой прогал, куда, в принципе, можно попасть. Но даже там, даже там, каждая дырка покрыта вот таким невидимым брашем с клип-текстурой. То бишь, внутрь этого тоннеля вы никак не попадёте. Даже если вы посмотрите под тоннель, то там тоже находятся эти браши. Так что, дорогие друзья, как бы я не хотел и как бы я не пытался использовать бенни-хоп, ну или, если говорить точнее, акселерейтед бенни-хоп, использовать его мне всё равно придётся. Разгоняемся и поехали. Аптечку я только что пропустил, поэтому я решил взять нычку, которая находится слева, чтобы, опять же, было побольше хп. Получилось, конечно, это не очень удачно. Доходим до тоннеля, запрыгиваем вовнутрь и начинаем опять сёрфить. Ну что ж, вот мы и на месте. Кстати, обрашив с клип-текстурой. Они здесь тоже есть. Вот такая красота. Посмотрели и хватит. Бенни-хопим дальше. Здесь у нас идёт последнее место, где надо бенни-хопить. После этого места этой матчи уже нету, так что можно будет идти обычным ходом. Наконец-таки мы всё это прошли. Но, к сожалению, это был такой не последний сюрприз, так что расслабляться нам не стоит. В общем, пока не расслабляемся, бегаем от вертолёта, собираем всякие аптечки, там батарейки и так далее. Ну и, конечно же, просто тупо не подыхаем. Вот и всё. Опять плыть по этой матче. Нет, так не пойдёт. Конечно же, и здесь у нас есть такая небольшая фишка, которая позволяет преодолеть это болото. Более, скажем так, безопасным способом. Нам понадобится всего лишь одна бочка. Ой, а что это у нас тут? Опять невидимая браша. Ну, нам не привыкать. Сухие, чистые, что может быть лучше? Бежим дальше. Ну что ж, а вот и последний на сегодня сюрприз, который нам предстоит пройти. Для того, чтобы примерно прикинуть, как мы всё это будем проходить, нужно опять же включить отображение невидимых брашей. И что же мы с вами видим? А видим мы совсем уж плачевную картину. Эти браши здесь практически повсюду. В принципе, если первоначально посмотреть на эту ситуацию, то может показаться, то что она безвыходная, и дальше пройти никак нельзя. Но есть тут одна хитрость, конечно же, которая нам поможет. Итак, мы берём и всё скидываем в эту корзину, которая шла как утяжелитель для этого трамплина. Потом мы берём стиральную машину и аккуратненько вот так её двигаем на конец. Можно даже сказать на кончик этого выступа. Самое главное найти такую золотую середину, чтобы машина стояла практически на краешке, так сказать, и чтобы самое главное, понятное дело, она не упала. Закидываем всякое шматьё в наш утяжелитель и снимаем его с рычага. Сейчас нам понадобится вот эта балка. А теперь всё делайте так же, как на видео. Сначала залезаем на антенну, потом на эту балку. Делаем это всё очень аккуратно. Хотелось бы напомнить, что я говорил о том, чтобы вы взяли с собой гранаты. Они действительно нам пригодились. Используйте на своё усмотрение либо подствольную гранату, либо обычную. Аккуратненько прыгаем с разворотом налево и приземляемся на эти скалы. И потом забирайтесь на крышу. Ну и по сути осталось самое лёгкое, это просто тупо перепрыгнуть в ворота. Советую, кстати, перепрыгивать с зажатым приседом, потому что, как мы все помним, здесь такая невидимая стена находится. Ну что ж, к сожалению, вынужден сказать, что это место мне пройти не удалось. Здесь очень много невидимых стен, которые просто тупо ставят прохождение под откос. Как бы я ни пытался их пройти, что бы я ни делал, ничего не помогало. Безусловно, есть такой трюк, который достаточно часто используется спид ранее. Насколько я помню, он называется ЕС Клип. И потом в этом месте применялся Куик Клип. Ну или наоборот, я точно, честно говоря, не помню. Но суть таковато, что вы должны были появиться вот в этом месте, да, потом пострелять в лодку, чтобы она немножечко отъехала за триггер, потом в неё сесть. И, соответственно, когда вы будете из неё вылезать или что-то типа того, сработает загрузка уровня. Ну и, короче говоря, там непонятно, что вообще происходит. Я в этом не спец, и разбираться, честно говоря, не хочу по одной простой причине. Там юзается катер. Мы катер юзать не должны. То есть этот вариант мы откидываем сразу же. Конечно, есть ещё одна фишка, которую можно было бы попробовать юзануть. Называется Проб Клиппинг. Использовалась данная фишка в Дон Квикере по Half-Life 2. Я бы, конечно, с радостью вставил сюда момент, где человек проходит с помощью этой фишки вот это вот место, да. Но не хочу нарушать авторские права, так что обойдусь вот такими скриншотами. В принципе, конечно, можно было бы попробовать с помощью данной фишки пройти это место. Но это я тоже решил откинуть, потому что это полнейший дрочь какой-то уже самый настоящий. Ну, перейдём к итогу. Как пройти канал без катера? Никак. Можно ли пройти канал без катера? В принципе, можно, но для этого нужно быть либо супер-пупер спидранером, либо найти ещё какой-то выход из этой ситуации, которую не нашёл я и которую не нашли другие люди. В общем, друзья, предлагаю на этом моменте закончить, потому что видео и так уже получилось достаточно длинным. В принципе, тут ничего не сказать, кроме того, что я расстроен, потому что проделать такой достаточно огромный путь и получить такой дикий фейл в лицо это, конечно, ну, скажем прямо, неприятно. Но что поделать? Что поделать? Разве что попросить вас поставить лайкосики на это видео, потому что я действительно старался. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, ведь эти простые действия дают мне мотивацию делать подобный контент. И будьте бдительны, не наступайте в мочу, чтобы она вас не продамажила, а то потом дико пожалеете. Ну, это была такая прощальная фраза, так сказать. Ну всё, ребят, всем пока, удачи, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»